Касательно грядущего экономического кризиса и наших опасений, то я считаю так, что более опасен не сам кризис, сколько наши опасения по поводу грядущего кризиса. Вот когда я, допустим, в ютубе смотрю выступления разных политологов, очень умных людей, профессоров, например, Фурсова, Делягина, еще кого-то, и прихожу к такому выводу, вот сразу после просмотра вот этих их выступлений я тут же сокращаю свои расходы в два раза. Говорю, впереди же кризис, приберегу я лучше деньги на черный день. Итак, значит, я не покупаю тот товар, который, в принципе, мне даже был бы и нужен, его продавец не получает моих денег, он, в свою очередь, не получив этих денег, не может приобрести новую партию заказать, и в итоге этот кризис на самом деле наступает. То есть, если бы мы о нем не говорили, он, возможно, бы и не наступил. То есть, опасен не сам кризис, а многочисленные вот эти крики, там, волк, 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 понимаете? Вот все в мире основано на психологии. И когда человека начинаешь вводить в состояние паники, то, естественно, это последствие обязательно и наступит. Исходя из этого, я считаю, что необходимо законодательно ограничить, может быть, вообще запретить вот эти разного рода паникерские выступления. Именно они и приводят к панике, что реально и приводит к этому кризису. А потом они будут говорить, видите, какие мы гении, а мы же говорили? Так именно эти разговоры и привели к этому. Люди начинают себя по-другому вести. Я могу привести конкретный пример. Однажды астролог Зараев мне сделал гороскоп. И в этом гороскопе он предупредил, что 11 августа 1999 года, где-то за полгода до этой даты, у меня будут события, которые будут угрожать моему здоровью, жизни и нанесут финансовый ущерб. И реально 11 августа я попал в ДТП. В результате вот этого ДТП, в общем, я был нарушителем. Я не только получил большие повреждения, допустим, на мой автомобиль, но еще и повредил другой. В итоге я действительно попал на серьезные деньги. Потом я подумал, что примерно за несколько дней до наступления этой даты, я жил постоянно с чувством, что вот-вот что-то плохое должно быть. Мои реакции замедлились. То есть я стал каким-то зомби. И проанализировав, проанализировав это все, я понял, что никогда, если бы не услышал это, я бы не попал в этот ДТП, потому что я совершил слишком, ну, ошибку новичка. Опытный водитель вел себя так, как новичок. И в итоге я понял, что Зараев не спрогнозировал, а спрограммировал, запрограммировал вот этот мой несчастный случай. То есть он фактически злодей, а не гений. И вот эти же самые, значит, мудрецы, скажем так, в кавычках, они программируют кризис. Их надо вообще в тюрьму сажать, вот за эти все паникерские выступления. Продолжение следует...